Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим восьмую главу. Отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержителю превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их. В общем-то, в какой-то мере те слова, которые говорит здесь, вступает в разговор теперь второй друг, Вилдад, те слова, которые он говорит, кажутся действительно правильными. То, о чем мы говорили в седьмой главе, то, чем мы завершили, что Иов видит в Боге не только лишь воздаяние рационально и юридически, но видит еще и промысел Божий. Он не понимает некоторых вещей, но из уст Вилдада мы видим, что, в общем-то, ему все достаточно понятно. Это такая мнимая праведность, которая давлеет над промыслом Божьим. Есть такой контингент людей, которые думают, что они за Бога уже знают все. Если человек что-то сделал не так, они ему говорят, ага, ну вот, ну вот как раз и получил. Получил, ну и будь доволен. Это слова Вилдада. И Вилдад заключает свою речь, вот середина ее. Если ты помолишься, если ты покаешься, то Бог тебе сразу воздаст, то у тебя будет все, и все, что у тебя отнято. Возможно, дети твои согрешили, поэтому они умертвлены, они ее получили за свои беззакония, вот его речь. Но если ты помолишься и покаешься, то Бог воздаст тебе сверх того, что есть у тебя. То есть мы видим, что Вилдад, в общем-то, хочет его убедить. То есть то, что сегодня в современном мире называется такими словами, как теология благополучия. Есть это такое понятие, что если человек богатый, если у человека все есть, значит, так считается, Бог к нему благоволит. А если человек бедный, то значит, у него ничего нет. Мы часто говорим о том, что такое понятие есть у протестантов. Действительно, у Кальвина, это период реформации, Кальвин, которого так и звали Женевский Папа, у него было такое понятие в их учении, учение о предопределении. Если у человека есть, и до сих пор это есть в протестантизме, и в неопротестантизме, особенно в харизматических таких сектах, если у человека есть какое-то благополучие, если у него действительно есть деньги, есть какая-то недвижимость, то вот считается, да, Бог, значит, ему дает, значит, он человек праведный. То есть, какими-то материальными средствами измеряется праведность человека. Это ошибка, это глубокая ошибка, и Вилдат в нее впадает. Разве мы видели, что Иов не молился Богу? Так в самом начале книги, первой книги, с первой главы сказано о том, что он молился за детей своих, причем делал это постоянно, мы не можем упрекнуть его в непостоянстве даже, и даже он не говорил о том, что я молюсь за то, что они там что-то сделали, если, говорит, хотя бы, может быть, они помыслили что-нибудь против тебя. То есть не было это в Иове, то, что он не молился за своих детей. Но здесь Вилдат старается убедить Иова в том, что Бог ему воздаст, лишь бы только он покаялся. Но в Иове мы увидим покаяние. Он пребывает в этом состоянии. Но Иов понимает, что что-то такое происходит с ним, несмотря на то, что он стенает от своих болезней, как и церковь стенает от своего греха, как и человек стенает от своих грехов, но несмотря ни на что на это, он не говорит ничего против Бога. И он понимает, что что-то происходит, то, что неведомо ему. А вот для Вилдата все понятно. Есть какое-то такое стихотворение, когда один человек подошел, детское, человек подошел к своему брату и спросил, Алексей, а кто такой фарисей? Алексей начал говорить, это тот, который вот все поучает и все знает, и всем дает советы и наставления. Тогда этот младший брат подумал, я подумал, Алексей не фарисей ли? То есть действительно человек, который есть на все вопросы ответы. Я помню, однажды приехал в одну епархию, совсем недавно, и была целая лекция, это был университет, медицинский университет, и после там были всякие вопросы, и один человек задал такой вопрос, а вот как вы думаете, вот этот текст, что он означает? Ну, текст действительно был непростой в Священном Писании, и я так подумал, что этот ответ был не очень полный, потому что я не очень хорошо рассмотрел этот текст в свое время и сказал, знаете, я не знаю. Тогда этот человек сказал, а вы где преподаете? Я говорю, в Сретенской семинарии, в Перервинской семинарии, в Викариатской школе православного миссионера. Тогда этот человек сказал, ничего себе, преподаете в стольких школах, а ничего не знаете. У нас студент, говорит, тут на первом курсе семинария учится, у него на какой вопрос не спроси, и на все вопросы у него есть ответ. Но, может быть, у студента первого курса есть ответы на все вопросы, как у Вилдада. Но я бы не стал рисковать давать ответы на все вопросы. Так пишет один из церковных писателей, как бы перефразируя слова Вилдада, он говорит, что я советую тебе, говорит его, друг, усердно молиться Богу, всему предпочитая это моление, если ты будешь поистине правдив и далек от притворства, он возвратит тебе жизнь и дни, подобающие праведнику, чтобы ты и стал благоденствовал, что прежние блага покажутся тебе незначительными. Заметь, как так же, что Вилдад полагает, что наслаждение благами этой жизни положено для праведников, как благословение. Вот о чем мы с вами как раз и говорили. Итак, мы читаем далее. Одиннадцатый стих. Ну, девятый. «А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень». Стараются убедить. В общем-то, не надо в этом убеждать Иов. Иов об этом только сейчас говорил в седьмой главе, что дни мои они, что они как ветер, как пар. «Вот они научают тебя, скажут тебе от сердца своего, произнесут слова». То есть он старается убедить Иова в том, в общем-то, что он понимает. Иногда такое бывает. И снова повторю, в нашей жизни мы говорим, что «ну да, это действительно так, но человек как будто не слышит, он нам продолжает говорить и наставлять нас». Ну, вот это особый тип Вилдадов такой в современной жизни. И поднимается ли, 11 стих, «Тростник без влаги, растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает, таковы пути всех забывающих Бога и надежды лицемера погибнет». Ну, Вилдад действительно прав, что действительно все мы имеем основания в Господе. Если мы оторвемся от Господа, как от источника жизни, как тростник, он говорит, отрывается от своего корня, конечно, это не принесет нам никакой пользы, человек впадет только в самомнение, а в самомнении привлечет за собой лицемерие. Упование его подсчитано, и усердность его дом, уверенность его дом паука. Действительно такой интересный образ, как нельзя опереться на паутину, хотя для кого-то это дом, так и для чего-то невозможно опереться на какую-то некую пустоту. То, о чем сказано в Евангелии, кто строит дом свой на песке, на каких-то ложных, таких человеческих предположениях и мнениях, подует ветер, и дом тот рухнет. А кто строит на камне, то есть на Христе, на заповедях его, что бы ни были, какие перемены в жизни, внешней жизни человека, каких бы ни постигли человека, скорби и гонения, ничто не может, как говорит апостол Павел, отлучить нас от любви Божьей. Итак, мы видим далее, зеленеет ли он перед солнцем, действительно, если оторвется страстник от корня, перед солнцем, засад, простираются ветви его, в кучу камней, вплетаются корни его, между камнями врезаются, то, как вырвут его, с места его, оно откажется от него, я не ведала тебя. Очень интересные, кстати, образы, предлагая здесь Вилдат, и с ним трудно не согласиться, нельзя сказать, что в его словах нет правды, действительно, есть и правда, как в любом заблуждении, есть часть правды, потому что нет абсолютной лжи, потому что дьявол не бытиен, потому что даже в любой ереси, ересь так переводится, как полуправда. Дьявол не имеет своего бытия, и здесь мы видим вот этот интереснейший образ, мне бы не хотел составить его без внимания, и свидетель Григорий Великий пишет об этом следующая цитата. В этом месте они названы камнями, то есть не сказано, что они живые камни, то есть это люди. Возможно, что простым названием камней образно выражено смешение нечестивых и праведных. Помните эту притчу, которая есть в Евангелии, когда Христос говорит, что враг посеял плевелы, и когда ученики сказали, надо их вырвать, то Господь сказал, оставьте до времени, чтобы не повредить и здоровые растения, то есть здоровых людей, которые находятся в церкви. Вот здесь примерно что-то похожее на эту притчу, и вот как пишет свидетель Григорий, которого мы начали уже читать, в этом месте они названы камнями, но не сказано, что они живые, возможно, что простым названием камней образно выражено смешение нечестивых и праведных. Этот самый тростник, который упоминается в связи с камнями, среди кучи камней, пускает корни. Так любой лицемер умножает помышления свои, ища восхищения у людей. Во всем, что делают лицемеры, когда скрытно ищут похвалы у людей, они словно корни тростника устремляются в кучу камней. Собираясь действовать, они мыслят о похвальбе себе, а добившись похвальбы, они втайне и долго умиляются ею в сердцах своих. Они радуются тому, что в представлении людей заслужили хвалы. Когда же они, ободренные успехом, становятся внутри себя важными, то часто втайне девятся тому, кто же они такие. Да, так говорит. День ото дня стремятся видеть себя все выше и возрастают в изощренной изобретательности, ведь так добродетели приводят в расстройство всякое зло. Так высокомерие его укрепляет. Вырывается лицемер с места своего, когда вдруг приходит смерть, и он отрывается от успеха в этой жизни, и где тогда его успех. Конец цитата. Действительно, такая очень емкая и меткая цитата, что мы часто делаем какие-либо добрые дела, не ради, чтобы видел нас Господь, а ради похвалы. Так люди говорят, я делаю то-то, то-то, и то-то, и то-то, а мне даже награды никакой не дали, не похвалили, в ладоши не похлопали, а раз так, я вообще делать ничего не буду. Зачем тогда люди делают все? Что происходит, как говорит святитель Григорий Богослов, Григорий, извиняюсь, двоислов, он так и говорит, так и говорит, что этой добродетелю ради честнавия и похвалы люди губят сами себя. Симеон Новый Богослов преподобный, помните? Добро, которое сделано недобрым образом, недобро. Добро, которое сделано недобрым образом, недобро. То есть, оно губит человека, если человек делает все ради честнавия. Вот как об этом пишет, например, митрополит Амфилохий Радович. Цитата. «Жизнь церкви, а церковь — это тело Богочеловека Христа, длится уже многие века силой присутствия Святого Духа и почивает на одной неизменной истине. И это истинно гласит добро, которое сделано недобрым образом, недобро», преподобный Симеон Новый Богослов. Вот главный принцип церковной жизни. Принцип и неизменная позиция ее исторической миссии. С одной стороны, для всякого разумного существа очевидно, без познания истины и добра человек не может стать воистину человеком. Но с другой, просто познавать истину и добро недостаточно. Истина и добро должны быть переплетены в повседневную жизнь человека, личную и общественную. для того, чтобы это произошло, необходимо найти правильный метод, который приведет к изменению жизни, воплотив в ней все, что истинно и добро. Только в правильном отношении к истине она дарует свободу. Только то добро, которое творится добрым образом, остается добром и становится преображающей силой человеческого делания и бытия, оплодотворяя их, наполняя их вечным и неотделением содержанием и добродетели. Я советую вам почитать полностью все это сочинение, примерно 11 страниц, она называется «Миссия церкви и ее методика». Митрополита Филохи Черногорский. Действительно, всякое ложное делание в церкви губит самого человека и губит, если сказать по-человечески, дело церкви. Оно искажает дело миссии. Поэтому не надо иногда удивляться, почему у нас дело миссии это какое-то некое такое топтание на месте. Вроде что-то хотим, но ничего, подумаем, ради чего мы все это делаем. Итак, действительно, далее продолжает Вилдацию речь, 19 стих, «Вот радость пути его, а из земли вырастают другие, видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддержит руки злодеев, Он еще наполнит смехом уста свои губы твои радостным восклицанием, ненавидящие тебя облекутся стыд и шатра нечестивых не станет». Действительно, с этим никто не будет спорить. Те слова, которые он говорит, Иова, в них есть и доля правды. Первая его часть, мы видим, что не совсем, он здесь проповедовал, вел дат теологии обогащения, но во второй части, в общем-то, есть полезные советы. Снова хочется зачитать Григория Великого о радости праведных, вот как он пишет, цитата, «Когда избранные исполнятся радостью, полноты видения, они внутренне озаряются улыбкой радости. Восторгом же называют такое состояние, когда в сердце принимают такую радость, что слова бессильные выразить, но восторг умеет выразить себя таким голосом, которого не знает речь. Верно, говорят, что уста наполняются смехом и губы радостным восклицанием, потому что в отчизне вечности, куда сердце праведника восхищается, язык начинает петь песнь хвалы. Видящее такое, что не в состоянии выразить словами, восторженно восклицают, ибо, не понимая этого, они творят тому, что любят. Действительно, глаголы неизреченные, когда есть радость на сердце. При последнем суде, продолжает Григорий, двое слов, при последнем суде враги праведных облекутся в стыд, как говорит здесь Вилдада, когда перед глазами души их протекут совершенные ими злодеяния, и со всех сторон их окутает сокрушающая их вина. Ибо тогда память о совершенных делах послужит наказанию тем, кто теперь, будто бы независимо от разума, согрешает с радостью, говорит о злорадстве. Там увидят они, насколько надо было бежать всего того, что они так возлюбили, насколько пагубно все то, что теперь они восхваляют в своей вине. Конец То есть мы видим, что святитель Григорий Великий видит в этих словах радость жизни будущего века тем людям, которые в этой жизни не отвергают непорочного и не поддерживают руки злодеев, как говорит об этом Вилдад. И кого будет печальная участь тех людей, которые что-то делают в этой жизни ради только тщеславия. действительно обидно, если человек делает добро, сам себя этим добром еще и губит. Поэтому помним с вами даже правило, которое есть утреннее, мы с вами читаем Макария Великого. Он говорит, Боже, милости буди мне грешному, я ничего доброго перед тобой не сделал. Это та молитва мытаря, который бил себя в грудь и говорил, Боже, милости буди мне грешному. Так делает Иов. Он говорит, Господи, я не знаю, помилуй меня, не знаю, что, но принимаю все, как из рук твоих. Да будет с нами молитва не моторя, молитва не фарисея, а молитва моторя, чтобы мы так и говорили, Боже, милость буди мне грешному.